Первым делом посмотреть налево, затем направо. Так с детства родители учат переходить дорогу. Усвоили эти простые правила безопасности, правда, не все. С начала года около 50 ивановцев попали под колеса, причем по собственной вине. Переход в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора – наиболее частое нарушение. Признаваться, что правилами пренебрегают, горожане не любят. На камеру все законопослушные. Я сначала стою, жду, пока они остановятся, потом прохожу. То есть, ну, поступайте правильно, потому что некоторые идут в капюшонах, в наушниках, любят у нас так дети делать. Свести к нулю, ДТП с пешеходами, дорожные полицейские стараются не кнутом, а пряником. Профилактические беседы, в отличие от штрафов, приносят пользу. Не забывают инспекторы и про водителей, которые не притормаживают перед зеброй. С ними сначала беседуют по-хорошему, если не помогают – штрафуют. Инспектор вправе выписать штраф. Раньше штраф составлял 1500 рублей, если не пропустить пешеход на пешеходном переходе. Сейчас у нас небольшое нововведение, то есть штраф может быть увеличен до 2500, опять же, по смотрению инспектора за грубое нарушение. Снижение аварийности на дорогах города – задача комплексная. Пешеходные переходы должны быть оборудованы как надо. Достаточное освещение, дорожные знати, лежачие полицейские. Автомобилистам необходимо привить культуру вождения, а пешеходам – адекватное поведение на перекрестках. Вот мне лично уступают, я там за других не могу сказать, а я вот такого у меня нет. То есть вы считаете, что водитель у нас прилежный, да, всегда уступает дорога? Нет, от людей я слышу, что бывает не уступают. А вы всегда убедитесь в безопасности маневра, посмотрите в срам, да? Да, 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 постою. Никогда не попадали в это? Нет. Отлично. За несколько часов, что дорожные инспекторы провели на кольце Шубиных, рублем наказали двух автовладельцев. За несколько секунд, которые они сэкономили на зебре, пришлось заплатить. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.